Вот мы находимся в Болгарии, столице Истофии. Вот народный библиотеку Кирилла и Мифлодия, памятник просветителей славянских народов. Это настоящие были апостолы, так можно сказать. Но последователей у них оказалось мало. Как пишет диакон Андрей Кураев, в 632 году умер Мухаммад. Это пророк Мухаммед, как называют его мусульмане. И за шесть столетий ни одного Кирилла и Мифлодия к ним не послали. И поэтому мусульманство, оно развелось на пустом месте. Если бы было таких Кириллов и Мифлодии тысячи, то сегодня 2 миллиарда мусульман были бы православными. Эту пику пишут всемирно известные люди. Наша вина огромна за то, что мы молчим и несем Слово Божие. Смертельно опасно молчать, как говорит нам об этом Святая Библия. Это зарытый талант. Вот мы ехали, раздавая книги свои, в разные библиотеки, начиная с Польши. Программа была большая. Пройти все государства, закончить здесь Болгарию, отпуститься в Грецию, по побережью, дойти до Португалии, через Англию, Городцевскую Динавию и Прибалтику. Потом на Южные Республики выйтили, как Грузия, Армения, Азербайджан. И через Чечню снова возвращаться в Россию. Но допустили ошибку. Я осознаю, что это моя была ошибка. Когда составляли план путешествия, я смотрел по интернету и нашел, что Болгария находится в Шенгенской зоне. А она не находится. Поэтому, когда мы вошли до этого еще и в Сербию, там в Венгрию, поставили печать, что мы вышли из Шенгенской зоны. Заходить можно один раз. Но мы оказались в подвешенном состоянии. Все утверждают, что получить второй раз можем только в Москве. Но мы сегодня через Германию попытались войти в посольство Греции, в саму Грецию. Там будут ходатайствовать. Завтра утром мы пойдем сюда. Это завтра будет уже 17 июня 2013 года. Как это будет, не знаю. Но зайдем в эту библиотеку. Я подарю свои 38 книг. Это уже намечено. А дальше, если только будет отказ полный, придется поворачивать через Румынию, на Молдову, опуститься в Украину и тогда войти на нашу ставку в Ростовскую область. Конкретно по Кириллу и Мефодию я там давал комментарии в открытый мотом 7-8 том. Они это делали по просьбе. В то время был император Михаил. Сами они на это как будто бы не рвались, обладая большой и грамотной. Поэтому ссылаться на то, что они сделали в своей жизни все, конечно, нельзя было. Они возвращались в новый монастырь. Надо было идти. До конца нужно договаривать. Для нас Кирилл и Мефодия это российские главные ученики, да, просветители. Ну, если бы, конечно, все шли, то и в России была бы власть другая и другой народ. Спасибо. Спасибо. Спасибо.